Вчера вечером меня посетила муза и сказала, что надо сделать пост и видео о перчатках. Я прошелся по всей нашей мастерской фабриста, собрал разные виды перчаток, которые мы используем, и готов про них рассказать. Более структурированный текст есть ссылочка в описании на мой сайт, где можно подписаться при помощи e-mail. А это видео для тех, кто любит слушать. Ну и смотреть. Когда заходит разговор о рабочих перчатках, прежде всего почему-то представляют вот такие вот бумажные перчатки. Они хороши тем, что они дешевы, поэтому у нас их много. Но мое такое мнение, я боюсь, что меня закидают какашками, что это перчатки для неквалифицированной работы. Почему? Дело в том, что они безразмерные. То есть вот здесь они еще более-менее сидят на моей руке. А бывают варианты, когда они вот здесь вот меж пальцев упираются, и вот здесь собираются лишние. Плюс за счет того, что они плетутся достаточно крупным шагом, то вот здесь вот достаточно крупные поры. Соответственно, они не защищают ни от пыли, ни от влаги, ни от проколов, ни от занос. В общем, защита от них условна. Это имеет смысл, если, например, вот к вам приехала, например, машина фанеры, и вот надо срочно ее разгрузить. Одели перчатки, пошли разгружать. Но они, опять-таки, тоже на руке сидят не очень. То есть если в них схватиться и с достаточным усилием что-то там таскать тяжелое, они на руках елозят. Это не есть хорошо. Но их не жалко. То есть куда-то залезть, что-то грязное, прям просолидоленное, покрытое пылью, вот поднять, куда-то перетащить. Да, вот такие перчатки, они хорошо. Во всех остальных случаях есть перчатки получше. Другой вариант рабочих перчаток – это вот такие нейлоновые перчатки. Разница с клубчаток бумажными только в материале пряжи. То есть вот здесь используется нейлон. Они чуть более эластичные, то есть лучше тянутся. Но в остальном, ну вот на каких инопланетян они сделаны? Я не знаю, у меня может быть рука какая-то диспропорциональная. Вот про то, что я говорил. То есть вот здесь они не доходят. А здесь, даже вот если я натяну, даже они вот упрутся. То есть вот здесь вот мизинец хорошо оделся. А вот указательный палец, вот здесь что-то лишнее собирается. Соответственно, при мелкой работе вот это все будет собираться и мешаться. В остальном чувствительность них выше. То есть в них можно какую-то более тонкую работу выполнять. И в принципе на этом тоже преимущество заканчивается. В отличие от хлопчаток бумажных, если мы будем с ними работать, например, с болгаркой, с искрами, это все дело прожигается. Ну и плюс от пыли они тоже не защищают. Наиболее универсальными перчатками, то есть если вас есть, вас отправляют на необитаемый остров и говорят, вот возьми какие-то предметы и надо вам сделать, ну взять перчатки, которые бы подходили на все случаи жизни. Это вот такие обливные перчатки. Чем они хороши? Они не пропускают воду. Ну если мы говорим о полностью обливных, они бывают двух вариантов. Обливные полностью, как здесь, и с тыльной стороны ладони, и с лицевой стороны ладони. А бывают частично обливные, то есть ладошка, пальцы облиты, а с обратной стороны ткань. Значит, чем они хороши? Они не пропускают воду. Они теплоизолируют, то есть в них можно спокойно хвататься за что-то не сильно горячее, чтобы вот этот материал не плавился. Но, например, в них можно спокойно вытаскивать горячие детали из специальной моечной машины. И они достаточно стойкие к проколам. То есть благодаря вот этой вот основе тканевой, они не сильно тянутся, и, соответственно, в них можно что-то делать. Вот они такие грязные, потому что они у меня катаются в машине. Я точно знаю, что если у меня приспичит в луже поменять колесо, я их одену и пойду в них работать. Следующим вариантом перчаток являются вот такие спилковые перчатки. Вот у меня краги сварщика и рабочие перчатки. Они отличаются тем, что рабочие перчатки, они сшиты в размер, хорошо сидят. А краги сварщика, они сделаны большими, чтобы их можно было прям одевать. Плюс у них вот здесь, я не знаю, как вот эта часть называется, то есть они защищают не только кисть, но и ниже. То есть вот здесь вот видно, что у них такой длинный, как раструб. Назовем его раструб. Хотя, наверное, есть какое-то специальное название. Кстати говоря, перчатки для работы с колючими растениями, у них точно такой же длинный раструб. Спилковые перчатки изготавливаются из... Спилка это такой слой под кожей из соединительной ткани. Я думаю, в комментариях есть у меня веганы, и мне хочется спросить. Ребята, а есть ли веганский аналог не хуже спилковых перчаток? Они очень стойкие. То есть это перчатки, в которых можно спокойно хвататься за что-то горячее, за что-то с острыми краями. Они достаточно стойкие к проколам. И вот здесь вот у перчаток рабочих сделана ткань для того, чтобы пальцы лучше дышали. Но из-за того, что вот это покрытие, оно достаточно непрочное, то при работе они обычно вот в этом месте рвутся, вот в этом месте рвутся. Ну или вот уже непосредственно большой указательный палец. Это очень хорошие перчатки для работы с металлом. И для работы с чем-то, что колючим. Например, с колючей проволокой. Дальше. Вот такие полиэтиленовые перчатки уж вы точно видели. В общепитах почему-то некоторые считают, что типа, если в общепитах сотрудник без перчаток, это типа плохо, надо оттуда валить, надо, чтобы сотрудник был вот в таких перчатках. Вот я хочу сказать тем, кто так считает, погуглите, посмотрите, что такое перчаточный сок. Я лучше буду в общепите, где человек регулярно моет руки, и чистыми руками касается еды, чем касается вот в таких перчатках, потому что в них рука преет под перемешку с частичками кожи, с бактериями. В общем, ну его нафиг. Лучше вот в общепите голые руки, помытые, голые руки с подстриженными ногтями. Значит, зачем в нашей мастерской такие одноразовые полиэтиленовые перчатки? У них фиговая геометрия. Вот здесь вот видно, что у меня мизинец даже не дотягивается до конца. У них очень плохая прочность, но у них отличная химическая стойкость. То есть полиэтилен – это тот материал, который при комнатной температуре ни с чем не реагирует вообще. То есть можно спокойно в них, ну лучше один слой, но лучше два слой или три слой, но в них можно спокойно работать, например, с дихлорометаном, смывкой для краски, и они не будут расползаться, как, например, латексные перчатки. Также они одноразовые, то есть если нужно поработать с каким-нибудь дерьмом, которое не отмывается, ну, например, силикон. Вот его, если вы в нем извозюкались, его смыть чем-то затрудительно. С силиконами, со смолой, с герметиками, с клеями. Вот там, где шибко точность не нужна, вот такие перчатки очень даже помогают. Испачкали, стянули, выбросили. Дальше. Латексные перчатки. Вы можете обратить внимание и увидеть то, что перчаточки конкретно под мой размер рук. Соответственно, я их держу у себя и никому их не даю. Вы можете увидеть в любом хозяйственном магазине. То есть их достаточно много, разных, под разные размеры. В чем преимущество латексных рабочих перчаток? То, что они очень хорошо тянутся. То есть латекс очень хорошо тянет, поэтому они хорошо облегают, в них хорошая чувствительность, то есть в них можно спокойно мелкой работой заниматься. Поэтому хирургические перчатки по большей части латексные, потому что они не снижают чувствительность. То есть хирургу то, что необходимо, это вот прям не снижает чувствительность рук. В чем минусы и ограничения при работе в мастерской? Во-первых, они не любят некоторые виды химии. То есть при работе с некоторыми растворителями, некоторыми видами красок латекс набухает, теряет прочность, они рабутся. Во-вторых, эффект растягивающейся молнии. То есть если у латексной перчатки где-то есть единичный прокол, или порез они с этого места, расползутся и разорвутся. Поэтому такие перчатки, например, на даче при прополке, их хватает на несколько раз, после чего они рвутся. Но за счет того, что они очень мягенькие и эластичные, в них очень удобно работать. Помимо латексных перчаток, есть нейтриловые. Вот такие нейтриловые перчаточки. Они были раньше в хозяйственных магазинах, но что-то в Ашан их из ассортимента убрал. Ашан, почему вы убрали их из ассортимента? При этом в строительных магазинах они тоже встречались, тоже куда-то исчезли. Последний раз мне их пришлось покупать в магазине спецодежды. Нитрил, он очень похож на латекс, но он более тугой, то есть меньше тянется. И более химический стоек. То есть в таких перчатках можно спокойно лазить во всякую лютую дрянь. То есть от растворителя они не расползаются. Плюс они не склонны к эффекту растягивающейся молнии. То есть если есть единичный прокол, то они с этого прокола разрываться до конца не будут. Они, скорее всего, будете с ними также работать, но с одним проколом. Из опыта скажу, если латексных перчаток, например, на даче хватает на несколько раз, то таких перчаток хватает на год. Но, опять-таки, это зависит от того, как пользоваться. Это я в перчатке, на которых уже была куча засохшей краски, куча засохшего герметика, прочее. Я их принес на том Surface, и мне их порвали в первый же день. То есть год я до этого пользовался, и они были герметичными. А потом их порвали за деньги. Это все зависит от того, конечно, как пользоваться. Стру можно и сломать. И мы плавно подходим к моим любимым перчаткам. Где мои любимые перчатки? Конечно же, у меня в кармане. Я их никому не даю. Мои любимые перчатки это Tegera модель 320. Как я к ним пришел? Я пришел в магазин и перемерял все, чтобы сидело на моей руке идеально. Мне нужны были рабочие перчатки, которые не снижали бы чувствительность и не снижали бы точность работы. Вот таким образом я пришел к таким перчаткам. Это размер 8. Вообще мой размер 8,5, но не было 8,5. Были 8,9. 9 не очень. А 8 они чуть-чуть растягиваются и прям сидят как вторая кожа. Что хочу сказать. Обратите внимание на перчатки, которые специально сшиты. То есть у них размерный ряд есть. Вот конкретно под ваш размер. То есть которые сшиты, которые предназначены именно для работы. Вот в них работать одно удовольствие. Они как вторая кожа сидят. Вот этот материал, из которого они сделаны, это что-то вроде спилока по текстуре, по ощущениям. Но при этом это синтетический материал. То есть если с искрами или с горячим металлом в них работать, они, конечно, проплавляются. Но они плохо прокалываются. В них я спокойно могу работать со стеклом. Стеклянные крошки, стеклянные осколки, их не протыкают, не протыкают. Плюс я в них могу спокойно тонкой работой заниматься. То есть горячку М4, М3 я накручу в них не снимая. То есть я их снимаю только когда мне нужна прям очень высокая чувствительность. Там для разметочных каких-то работ точных или еще чего-то. О, лампочка сгорела по светителю. Другой вариант, который я посмотрел, это модель 113. Но это размер 9. Они как бы сидят у меня чуть похуже. Взял, чисто попробовать. Не стоит полагать, что перчатки достаточно стойкие, поэтому их хватит на много-много лет работы. Все зависит от характера работы. То есть они все равно со временем засираются. Можно их постирать, потом дальше работать. Вот у меня их хватает где-то на месяц, на два. Потом протираются указательный палец и большой палец. Да, дорого по сравнению с хлопчатой бумажными. Но стоят ли деньги, которые вы тратили на печатки, удовольствие от работы, которую вы получаете? То есть тут уже решать вам. Но я свой выбор сделал. Небольшой лайфхак, который я хочу поделиться. Которым я пользовался до того, как я нашел 320 модель. И сейчас езжу покупать конкретно ее. Идем в магазин, в отдел для садово-огородных штук. И смотрим, там есть разные виды перчаток. Вот в Екатеринбурге я могу порекомендовать магазин Мастер. Это вот магазин, где дорогой крутой инструмент. И то есть туда я приезжаю, когда мне нужно вот что-то, чего нет уже в обычных строительных магазинах. То есть в обычных строительных шерпотреб. А когда надо что-то посерьезнее, попрофессиональное, вот я гоняю туда. Заходим в садово-огородный отдел и смотрим там перчатки. И там есть много вариантов, которые можно подобрать, которые более-менее сидят на руке. Не сильно дорогие и достаточно удобные. То есть любые перчатки из отдела садово-огородного будут лучше, чем хлопчатобумажные перчатки для работы. В них прям работать будет комфортнее. В описании есть ссылка на мой сайт, где есть пост более структурированный. Я не упомянул многие виды перчаток. Я не упомянул кольчужные перчатки, брезентовые перчатки, другие виды перчаток. Скорее всего, они будут в текстовом виде поста, но вот у меня их просто не на чем показать. Потому что я вот ходил по мастерской и со всех углов собирал разные виды перчаток, чтобы показать. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, добро пожаловать в комментарии. А на этом все. С вами был инженер Павел Серков, мастерская Фабриста. Вот мы сейчас внутри мастерской снимаем. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!